МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впервые, наверное, голосование будет проходить в течение 7 дней. Расскажите поподробнее об этом. Я бы хотел сказать, что вы правильно сказали, Олеся, что мы можем принять участие в голосовании в течение 7 дней. Но само голосование в указе президента обозначено все-таки датой 1 июля. А вот 6 дней, в зависимости от ситуации, личных каких-то особенностей человека, местонахождения, закон сегодня позволяет избирателю, участнику общероссийского голосования прийти и принять участие в общероссийском голосовании, реализовав свое активное право. Как это может быть? Вот смотрите. У нас с вами здесь, начиная с 25 июня по 30-е, есть несколько вариантов. Вы звоните, передаете через друзей, соседей, что у вас в силу определенных причин, лично которые вы определяете сами причину, есть необходимость, желание реализовать свое право 25, 26, 27, 28, 29 июля. И мы приходим к вам или встречаем вас в УИКе для того, чтобы мы с вами позволили вам, предоставили все условия для принятия участия в голосовании. Есть ли это, скажем, квартира? К вам выходят два члена УИКа, участковой избирательной комиссии, вне всяких сомнений, с двумя наблюдателями, а может быть и представителем СМИ. Они с собой берут бюллетень обязательно, который вкладывается в пакет продезинфицированный. Туда вложен санитайзер, туда вложена маска, ручка, выписка из реестра, в котором участник голосования должен расписаться, что он получил этот бюллетень. Мы приходим, обработали дезинфицирующими средствами ручку, то пространство, которое называется, ну, скажем, условно, в нашем случае с вами лестница-площадка, в определенное время, которое пожелал участник голосования. Звоним, оставляем ему этот пакет, он берет его, показывает, или, образно говоря, показывает нам свой паспорт, что мы его могли, не выпуская из рук, мы его могли идентифицировать, что это этот человек. Он уходит и нам возвращает через, так сказать, определенное время в этом же пакете бюллетень с его росписью, что он получил его, и в том числе, так сказать, своим волеизъявлением, который уже он положит своей резолюцией на наш бюллетень. Он будет выглядеть вот так, Олеся, вот. Где он? Да, нет. Одобряет или нет. И мы, соответственно, вкладываем это затем в сейф-пакет, который храним до 1-го числа, пока не будет произведен подсчет бюллетеней. Допустим, я захотела голосовать на дому или во дворе, а куда мне нужно обратиться? То есть позвоните в избирком или куда еще? Мы можем с вами сделать в этот период, времени с 25 июня по 30-е, это надо позвонить в избирком, неважно, позвонили, пришли, написали заявление, уведомили. Главное – донести о своем волеизъявлении. Что касается, как вы уже сказали, во дворе. Предусматривает положение, утвержденное ЦИКом, такие возможности. В силу каких-то причин, ну, скажем, может быть, традиций, каких-то свытийного вопроса или еще каких-то сегодня, может быть, мы еще не упоминаем эту причину. Люди изъявили желание проголосовать во дворе улицы Энной, дома Энного с 6 до 8 вечера. Комиссия прекращает работать в УИКе и в составе не менее двух членов участковой избирательной комиссии и наблюдателей, выезжает на придомовую территорию, организует там участок, который исключает возможность потока людей встречного, также располагает кабину, которая не будет иметь шторку, но расположена тыльной стороной, так что она обеспечивает тайну голосования. Мы также имеем с собой список избирателей, и люди, которые желают это сделать в это время, в этот час, в этом месте, мы им такую возможность предоставим. Давайте все-таки вернемся к той теме, для чего и почему. Задача, которую мы пытаемся решить, в первую очередь, это здоровье наших с вами граждан. Нет ничего дороже, чем жизнь. Жизнь ее никто не отменял. Поэтому обход по домовому голосованию, придомовые территории, все это нам позволяет развести поток людей, чтобы исключить скучность в день голосования, а именно 1 июля. Это основная задача здоровья и безопасность людей. И принцип этих вещей – это, конечно, легитимность. Вот институт наблюдателей, который общественная палата назначит, он обеспечит законность и чистоту всех отношений и процедур. Мы организуем в соответствии с законом. Наблюдатели наблюдают, естественно, и помогают, исключают все нарушения. Мы говорим о безопасности. Будут ли члены избирательной комиссии наблюдателей проходить тест на COVID? И будут ли они защищены экранами? Олеся, вне всяких сомнений. То есть, как мы уже с вами знаем, если у человека есть признаки температуры, самочувствие, что-то его тревожит, волнует, однозначно эти люди пройдут тест. Мы понимаем, для чего и почему. В первую очередь, себя обезопасить или не допустить распространения коронавируса в общую среду. Это будет сделано однозначно. Сомнений нет, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора областная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия, члены участковых избирательных комиссий пройдут все необходимые мероприятия для соблюдения всех чистотных отношений, в первую очередь, своего личного здоровья и здоровья наших с вами граждан. А что касается основного голосования, здесь какие меры безопасности будут приняты? Здесь, в соответствии с рекомендациями Центральной избирательной комиссии России и Роспотребнадзора, что мы с вами можем видеть. Где расположено их помещение, не позволяет соблюсти условия. Ну, нет двух входа и выхода, чтобы у нас участник голосования зашел и вышел в отдельную дверь. Ну, скажем, учитывая сегодня теплые дни, душно, некомфортно. Комиссия может принять решение и вынести самодействие голосования на улицу. Что это значит? Точно так же все принципы соблюдаются, которые предусмотрены в этом положении. То есть это оборудованы столы, члены уиков, соответственно, в халатах, защитные маски, экраны, стоит средство дезинфекции, все начинается на самом входе. Человек подходит, стоит коврик дезинфицирующий, он производит дезинфекцию обуви. Дальше ему обрабатываем руки дезинфекцией, даем ему одноразовые перчатки, даем ему одноразовую ручку. Человек, когда подходит для получения бюллетеней, он на короткое время снимает маску, показывает свой паспорт, для того, чтобы его можно было идентифицировать, расписывается за получение бюллетеня, проходит в кабину, сделает волеизъявление, затем подходит к урне, опустил, вышел, продезинфицировал руки. Все это одноразовые ручки, которые мы ему также по его желанию выдаем. И, в общем-то, на этом моменте все заканчивается. Самое главное для нас, это все-таки безопасность и чистота процедуры голосования. Ничто не должно лечь в непонимание какого-то момента. Все должно быть только честно, чисто и открыто. А потом давайте говорить с вами. Кто может посягнуть на святое? Ну, кто? Почему все считают, что где-то что-то должно быть? Нет. Рязанская избирательная комиссия сделала все для того, чтобы все прошло в соответствии с требованиями закона. Мы обучили всех членов УИИК, обучили резерв. То есть в случае причины выбывания члена УИИК у нас есть в составе резервов подготовленные люди для того, чтобы восполнить у бывшего члена комиссии и решить все задачи. Правила достаточно серьезные, потоки людей разделены, соблюдение социальной дистанции будет. И 12 человек в час, как я понимаю. А успеют ли все проголосовать? Условно 8-12. Это самая идеальная норма, которую нам рекомендует Роспотребнадзор. Успеют проголосовать все, не всяких сомнений. Как мы уже с вами сказали, мы идем к желающим, а такие уже, хочу сказать, есть. Четыре дня идут, и на мой рабочий телефон обращение граждан, как можно это сделать. И, кстати говоря, они тоже озабочены тем, чтобы не только обезопасить себя, но и в силу каких-то причин не позволить подвергнуть заражению других людей. Мы идем по домам, мы идем на придомовые территории, куда нас пригласили и позвали. Мы идем туда, где находится группа наших избирателей. Мы идем к ним. Они также могут прийти к нам, прийти в УИК и проголосовать в силу причин, которые они считают обоснованной для того, чтобы это сделать с 25 по 30 июня. Все это позволит нам развести потоки, рассредоточить людей во временном факторе и достичь необходимой нормы голосования. Такие предварительные уже заявки поступают, и я думаю, что это вне всяких сомнений решит все задачи. А люди с ограниченными возможностями, которые не могут выйти из дома, каким образом они будут голосовать? И в какие числа? То есть, я так понимаю, разные числа все-таки. Вот эти люди могут проголосовать все семь дней. Мы понимаем, что если они имеют ограниченные возможности, значит, мы им предоставляем все семь дней. Я вам больше скажу. Если даже эти люди находятся не по месту своей постоянной прописки, ну, знаете, лето, выехали в деревню к родственникам, к детям, у них есть тоже возможность проголосовать по месту нахождения. Уже сегодня и по 21 июня мы принимаем заявки голосовать по месту пребывания. Они могут подать такую заявку в МФЦ, там создано отдельное окошко, могут зайти на портал госуслуги и оставить там свою заявку. Они могут написать в ТИК до 16 июня такое заявление, а 16 по 21 в любой УИК, где они будут включены в список участников общероссийского голосования по месту нахождения. И в зависимости от желания мы можем к ним прийти, можем их встретить на участковой избирательной комиссии. Вот для них все семь дней. Вы говорили о людях, которые хотят голосовать не по месту жительства. Куда им нужно подать заявление и нужно ли брать открепительный? Мы вообще открепительное слово с вами больше не будем употреблять, потому что точно вы сказали, этого делать не нужно. Сегодня действует у нас мобильный избиратель, который ресурс позволяет независимо, где мы с вами находимся, открепиться и приписаться в любую точку Российской Федерации и сделать это там. Они у нас с вами проголосуют, наши люди, которые не будут находиться на территории региона, в любой точке, где они находятся, все, кто прибудет к нам, смогут проголосовать у нас. До какого числа нужно подать заявку? По 21 июня люди могут подать заявку на портал мобильный избиратель, госуслуги, МФЦ, также могут прийти в территориальную избирательную комиссию и оставить заявление. Участковую избирательную комиссию они могут прийти и сделать такое заявление по 21 июня. Где люди могут ознакомиться с поправками в Конституцию? У вас на участках тоже, наверное, будут висеть плакаты? Не всяких сомнений. На каждом участке будет такая информация. Для того, чтобы, если человек в силу каких-то причин не смог сделать до этого, такая возможность будет предоставлено. Стенд будет, который будет содержать все исчерпывающие ответы на возникшие у участников голосования вопросы. А что касается голосования, которое пройдет 13 сентября в облдуме, какая-то информация уже есть по этому поводу? Да, информация есть. Такое решение принято Рязанской областной думой в соответствии с законом, опубликовано в соответствии с нормами и требованиями закона. И ничто сегодня не мешает уже желающим принять участие поступить к этой работе. В завершение программы хотелось бы вам что-то сказать телезрителям, подытожить по поправкам в Конституции. Хотели бы обратиться к ним, чтобы они пошли голосовать? Я вам хочу сказать, Олеся, сегодня голосовать легко. Это наша страна, наша Конституция, наше будущее. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова